друзья всем доброе утро намастэ из индии вчера уроки это было день рождения мы не праздновали он был на работе потом пришел мы покушали курицу которую он очень вкусно приготовил и все купили опять чай с тортиком это если что слухнуть не трусы это шапочка энди сегодня я веду малышку показать окулисту вы мне писали что-то нормально до полтора года может закисать глазик у ребенка но я все-таки решила на всякий случай еще провериться у врача показать ее что врач скажет может быть щеки-то капельки и она пройдет я когда капаю грудное молоко в глазик то легче немножко но все равно закисает все равно не проходит окончательно хочу попить чай три часа или около четырех где-то мы будем выходить к врачу также сегодня проезжает руки добрать он тут будет проездом на четыре дня не знаю куда он потом планирует приехать и его подружка наша подружка тоже которая если виделась перед тем как рожала я вам рассказывала как-то снимала видео что они мне подарили еще там куча вкусняшек и сережки вот это вот девочка приезжает тоже и они к нам на денек заедут потом она летит в бангкок она тоже танцовщица в общем сегодня они к нам заедут ненадолго посмотреть малышку она хотела еще приехать когда я лежала в больнице на сохранение значение на сохранение когда уже планировал рожать но я тогда сказала я вообще не хотела чтобы кто-то посторонний видел ребенка я говорю не нужно приезжать приедешь уже потом когда я рожу вот она говорит окей не вопрос еще одна новость мы нашли няню она же няня она домработница не на постоянной основе когда мне нужно будет из меня будут какие-то шоу то она посидит с малышкой эта женщина из посольства то есть она работала раньше посольстве знают русский язык и в общем очень мне понравилось с ней пообщались и когда мне нужно будет я ее позову она посидит с малышкой или же со мной поедет на шоу и будет там находиться рядом с моей крошкой если бы не и вот это вообще без вопросов я справляюсь легко со своим ребенком никаких сложностей у меня не возникает абсолютно как там не говорили это будет очень сложно нет мне вообще не сложно я с удовольствием сижу со своим ребенком вы знаете я еще с собой везде тягаем по каким-то таким местам интересным то в гости то еще куда то то есть мне вообще не напрягает ни в коем случае то что у меня малышка и там никаких трудностей в общем не возникает просто еще иногда нужна помощь в уборке и в стирке в готовке вообще планируем купить стиральную машину но это не сейчас я думаю это в следующем или через два месяца потому что еще сейчас начнутся шоу и будет вообще некогда это все стирать но опять же вот эта женщина которую мы позовем она можете готовить и убирать и с малышкой посидеть нормально но единственно там по цене она так назвала сумму такую не очень дешево но и не очень дорого средняя цена но вообще я знаю что индианкам представьте и просто за уборку каждый день если на будете приходить домой убирать все там мыть посуду и готовить еще платят в месяц две тысячи рупий месяц это очень мало вот такие здесь цены но у нас цены конечно немножко тут та сумма которая назвала больше потому что еще и нужно сидеть с ребенком мне там писали как я какая это молодец справилась в таких условиях в поезде когда мы ехали с энджел и почему нам никто не уступил место честно я тогда даже протупила я даже не подумала попросить место на нижней полке это как было зла и такая была уставшая что было вообще не до того честно я уже думаю боже хорошо главное дайте мне не было вторая полка не 3 я была вторая и она вот идет люди на таком уровне то есть ну низко достаточно нормально в принципе было удобно спать все то есть только так вот сидеть наклоненные вы видели было не очень удобно а так в принципе нормально хоть немножко выспались я потом даже обрадовалась у нас были такие билеты потому что так бы мы вообще сидели всю дорогу я так понимаю девочек которым тяжело похудеть после родов яшка к слон ем блин и мучной и такое я я понимаю просто что мне сейчас заниматься спортом нельзя я пытаюсь взять руки не есть что-то такое там печеньки да потому что меня сейчас разнесет а не могу все равно ем вот сейчас тоже уроки для было день рождения тортик там раза три ела и потом я сама посмотрите на мои ноги он посмотрите за это вот шо ци так и смотрите сколько вчера я перестирала всего это ротик сегодня все постирал сейчас надо помыть посуду а так в принципе у нас чистенько вот раз мы отдадим это не наш массаж и гимнастику делаем все вместе сейчас ножички вы спрашивали по поводу что это за пятно это . от глаза просто иногда ракет рисует ее слишком большой и она размазывается в лбу потому что он наносит это после пуджи с огня берет вот это черный как бы пепел но она не горячо он нормально абсолютно просто он наносит пальцем получается вот такая огромная это наносят от сглаза кого там она раздражает не раздражает не мои проблемы но это вот так вот в индии принято кто-то наносит сбоку здесь кто-то посредине кто-то на пяточки точнее на стопе мы тоже на стопе наносим не всегда но часто и кто-то рисует кадр внизу черные подводят как стрелки детям это в индии нормально да моя золотка что страшно ручки животик уже сделали массажик . давай скупаемся сегодня потом к врачу поедем глазик тебе посмотрят я не знаю как это получается только я включаю видео она начинает икать вы написали что же это боитесь вы за нее ну в плане переживаете чего она так икает часто сейчас икает может потому что прохладно но хотя ей не холодно сейчас вентиляторы все выключены она так немножко работает но не холодно абсолютно икает потому что после еды вот сейчас чуть-чуть отрыгнула я ее держу столбиком все как надо но бывает еще икает как раз именно на видео я клянусь почему-то так получается всегда у нас но я знаю доктора что она скажет на это ну знаю как в индии отвечают скажет это нормально у них все что ты не спросишь это нормально ну или от всего у них простого не на самом деле довольно индийской медициной это редко попадаются конечно глупые здесь врачи в основном хорошие особенно в государственных больницах они очень толковые и хорошее лечение прописывают да булочка моя давай мой умничка вот так молодец молодец друзья очень сидела я дома пришел на две свободы покушать и привел трех индианок я не понял двух точнее и одного мальчика я не поняла зачем это в итоге он сказал так как сегодня праздник карбатон мне делают михелли он на нам позвал девочку с двух сторон и он знает я это очень люблю это реально сюрприз правда она так приятно делает что я сомневаюсь что мы успеем до четырех в четыре часа мы надо идти к врачу в среду ванной видно конечно что девочка не совсем профессионал потому что она во-первых у нее трусятся руки я думаю она опережает очень впервые делает для украинки плюс я показала фоточку картинку как я хочу сделать и она и она делает вообще короче по-своему ладно очень страшно и решили сделать с двух сторон на ладошках тоже будет булочка со мной это пока что он так жирно а потом она куда засохнет то отвалится будет просто рисунок ой конечно такое мне там натворила друзья посмотрите какая проделана работа вторая рука в процессе энди у меня на руках заснула я ее покормила все друзья она мне заканчивает уже вторую руку представляете какая-то кропотливая работа сколько это нарисовать надо ну она делает не идеально я конечно видела мне получше раньше делали и посмотрите я просто вам показываю сравните цвет кожи мой и этого мальчика ноги деточка моя покушала ну 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 сейчас мне уже закончится я покормлю нормально еще посмотрите друзья сколько она мне наносит много на концы пальцев так индианки тоже делают я первый раз так делаю потом она все вот это размазывает это все еще краска слезет сверху и она будет держаться около двух недель вот эта краска она стоит 20 рупий один вот этот флакончик не знаю как сказать бумажечка вот эта 20 рупий за работу Рохит заплатил ей 400 рупий за две руки с двух сторон получается да вот это конечно у нас сегодня денек очень неожиданный сюрприз ну сюрприз то и должен быть неожиданным в принципе сейчас видите краска уже слазит и она потом все будет одного цвета вот такого желтого как бьют и вот такой вот рисуночек девочка старалась как могла потом пришла тоже ее мама они сначально все вместе пришли две девушки то есть мама дочка и еще младший ее брат и потом мама ушла потом опять вернулась через какое-то время и грязными руками Энджел по щечкам помойте какая милая я говорю не трогайте пожалуйста у вас руки не помыты такое замечание надо делать индусом потому что у них это нормально потрогать ребенка за лицо грязными руками и вот я и сказала она окей окей все не буду трогать думаю блин пришла с улицы и сразу берет ребенка за щеки ну как бы ну ладно у них это нормально поэтому я ничего не говорю просто сказала да просто сказала помойте руки сначала так да ну типа вообще грязными руками не трогать она окей окей и все они пошли у меня сейчас все этой краски она облазит я с двух сторон сделала я так еще никогда не делала но мне очень нравится я люблю мехенди я раньше делала много раз сейчас пока не малышку не могу нормально взять пока эта краска полностью не отойдет и так уже запачкала все но спасибо моему мужу за такой классный сюрприз для меня очень приятно и я реально в восторге от рисунка на руке когда оно все будет уже в норме когда вся краска слезть я вам покажу слушаем музыку и стираем а как а и 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 Ай, что мое.